добрый день друзья я приветствую всех кто заклинул на мой канал галина эстония и сегодня тема у меня глинтвейн вернее сейчас у нас одна тема это приближающееся католическое рождество ну а глинтвейн является неотъемлемой частью этого рождества ну как всем известно что на католическое рождество принято пить горячий напиток глинтвейн ну и наша семья конечно тоже не исключение мы поддерживаем эту традицию традицию той страны где мы живем хотя сами по себе мы являемся православными и у нас есть конечно свое православное рождество ну а с другой стороны как в одном фильме говорилось не помню в каком не ради пьянство здоровья ради да конечно такой горячий напиток холодное зимнее время это действительно профилактика простудных заболеваний ну хочу немножко рассказать вам что конкретно мы будем делать чтобы приготовить оглек на рождество глинтвейн ну во первых хочу сказать что глинтвейн может быть алкогольный на основе красного вина и желательно сухого ну а также и безалкогольный тоже можно с водой или на основе сока добавлять всякие пряности и подогревать до нужной температуры 70 80 градусов ни в коем случае не кипятить это же получается такой теплый пряный и очень полезный для здоровья напиток ну во первых значит что самый легкий способ это купить в магазине готовую бутылку вина вот у нас ванна таллин куплен глёк и так посмотрим что здесь я вообще сама с этим знакомлюсь вместе с вами потому что за эту часть отвечает муж я как-то в этом не очень да здесь плохо видно ну в общем поверьте мне на слово что значит здесь 12 градусов алкоголя красное вино так и сюда значит его ничего не нужно с ним делать только подогреть и можно разливать по бокалам и пить но можно еще добавлять значит что здесь написано добавлять по вкусу изюм дольки апельсина или хлопья кокосового ореха тоже все это вкусно ну на самом деле вкусно так это значит готовый углек у нас теперь если делать самим то вот мы купили вот такую бутылку красного вина это каберне совиньон тоже не знаю сколько тут 13 градусов сухое вино ну и что вот для этого вина значит у нас есть пакетик вот с такими приправами вот такими приправами вот смесь приправ для горячего вина и вот я сейчас прочту что здесь есть составе составе кумкваты палочки корицы душистый перец гвоздика кардамон и способ приготовления 20 граммов этих пряностей высыпать полтора литра красного вина добавить сахар по вкусу ну я еще хочу сказать что можно вместо сахара мед добавить и закрытом сосуде подогревать до кипения но не кипятить ну 70 80 градусов чтоб не доводить до кипения затем это все нужно снять с огня оставить ну минут на пять или дольше чтоб все это настоялось все эти пряности вине и затем отсыдить и можно пить ну и вот давайте посмотрим что здесь у нас есть они вот здесь нам говорили что вот мы видим палочки корицы затем здесь душистый перец есть все это различимо гвоздика кардамон ну а вот такие вот вот такие вот сухофрукты это и есть кумкваты это от от китайского означает золотой апельсин ну то есть это такой желто-оранжевый тропический фрукт и из семейства цитрусовых вот здесь он в засушенном виде ну вот с этим способом мы тоже разобрались и вот у нас еще еще один способ есть значит что это такое это концентрат для приготовления глюка вот в частности вот эта бутылочка у нас это финская и мужу дарили в прошлом году на работе на рождество и вот у нас с прошлого года половина еще осталось половину использовали в прошлом году половина осталась на этот год здесь значит в составе этого концентрата черная смородина и клубника ну и что вот здесь они нам тоже пишут по-фински что здесь можно добавлять или вино или воду вот о чем я вам говорила что можно делать безалкогольный глюк и в таких пропорциях что одна доля вот этого концентрата и 4 доли той основы как на которой вы будете делать этот глюк или вино или вода вот как-то так обстоят дела вот конкретно с этой темой глинтвейна ну на этом я пожалуй закончу это видео поздравлять еще никого не буду потому что рано я думаю что мы еще с вами увидимся услышимся пожелаю как всегда вам здоровья до новых встреч на канале и всем пока пока